1499 год. Ну, во-первых, Америка Веспуччи в свою известную экспедицию отправляется. Меньше документирована, чем Колумб, но имела больше значения в плане познания мира в честь Америка Веспуччи, собственно, названного Америка. Он тоже итальянец, только флорентиец, и он тесно, кстати, связан с Медичи, о которых я постоянно тут рассказываю. Это такие крупнейшие банкиры того мира. Его Медичи как раз послали во Флоренцию, где он вел в основном торговые дела. Непонятно, нет известия о том, что он был каким-то капитаном, есть ли у него вообще это образование Колумба. У него действительно было высшее образование, у Колумба, как навигатора, опыт и так далее. По всей видимости, Америка Веспуччи был просто торговец. Но довольно такой успешный, флорентийский. И когда первый раз Колумба под следствием за то, что он обманывал испанское правительство, отправили, то именно Веспуччи поставили над Америкой, которую считали Индией. То есть Веспуччи командовал всем снабжением этих самых Индий, только что открывших, выплачивал заработную плату морякам, в том числе Колумбу. И фактически третья экспедиция Колумба – это под руководством Веспуччи. То есть Колумбу после того, как он провалился с первыми двумя экспедициями, они ему никаких финансовых дел не поручали, испанские короли. Все дела по поводу вот этих открытых земель ввел уже тогда Америка Веспуччи. Фактически он был его начальником, что Колумбу не нравилось, он постоянно на него жаловался, они ругались. Когда третья экспедиция Колумба открыла какие-то земли на юге и доказал Колумб, что это континент, то есть фактически Колумб открыл Америку, реку Оренока, тогда Веспуччи лично решил туда сплавать. И вот 20 мая 1499 года они поплыли из Кадиса. Так как Веспуччи, видимо, не разбирался в морских делах, фактически командовал экспедицией адмирал Алонсо де Ахеда, моряк. И вообще-то это экспедиция Алонсо де Ахеда, который был адмиралом и командовал. Говорят, что Америка Веспуччи был штурманом, что тоже маловероятно, учитывая, что нет никаких сведений, что он вообще, когда смотрю, у него какие-то дела. Он всегда был торковцем. Ну, во всяком случае, вот он лично командовал снабжением этих колоний и лично поплыл открывать Америку. Это да. Они плыли уже по карте, которую им дал Колумб. Вот третье путешествие Колумба, он им дал карту, где там эти земли. И они туда отправились, уже открывать их подробно. Да, действительно, Ахеда и Америка Веспуччи, они открыли там значительные территории. Открыли залив Маракайба, открыли деревню, которую назвали Венесуэла, то есть маленькой Венеции, и проплыли практически вот эту всю Венесуэлу и частично Колумбию, огромную береговую линию открыли. Захватили 200 рабов. Вот там в качестве лоцмана плыл Хуан де Лакоса, который составил карту мира после этого. И именно в этой экспедиции Америка Веспуччи, Хуан де Лакоса и Ахеда пришли к выводу, что это точно не Индия, а Колумб неправильно размеры земли считал. Они пришли к выводу, что это отдельный континент, и нарисовали карту, в которой уже отдельным континентом была Америка. То есть получилось так, что открыл ее Колумб, а доказал, что это отдельный континент Америка Веспуччи, и поэтому она называется Америкой по имени того, кто доказал. Такая история. После этого знаменитого плавания он еще несколько раз тоже плавал, и открыл довольно сильно там вот эту всю береговую линию. Однако, поскольку он был итальянец, все-таки он периодически бросал эту службу испанскую, возвращался куда-то обратно, путешествовал, да, кстати, он и португальцам тоже нанимался, и на португальских кораблях плавал, открывал Бразилию. Ну, в общем, он более был такой авторитетен. Он командовал какое-то время у испанцев вообще всеми путешествиями в эту самую Вест-Индию. 22 февраля 12-го года, 1512 года, Америка Веспуччи умер. В 99-м году началась очередная война турков и венецианцев, о которой нужно тоже рассказать. Дело в том, что турки при Боязиде, там Боязид 2-е уже правило, ввязались в войны с мамлюками. Они были безрезультатны, поэтому я не рассказываю. То есть начались конфликты с мамлюками, турки пытаются захватить, соответственно, Сирию и Египет. Но у них не получается. В это время у них пришли сведения о том, что европейцы готовят новый крестовый поход. Действительно это было. То есть французы захватили Неаполь именно с целью двигаться дальше и захватить Турцию. Поэтому Боязид перекинул войска на запад. Однако этих французов побили сами же итальянцы. То есть французы никакого крестового похода не организовали. Я уже про это все рассказывал. Причем, кстати, сама же Венеция и командовала всей коалицией, которая против французов выступила. Видимо, Боязид счел, что теперь европейцы ослабели. Он ударил по этой самой Венеции, которая фактически предотвратила крестовый поход. В 99-м году была битва при Зонкью. Захватили Лепанта. И там у Венеции были еще крепости на Пелопонесе, Каринский залив, вот там все. Вот турки начали их штурмовать. Эта война показала, что турки уже создали довольно внушительный флот, который регулярно бил Венецианский флот. А Венецианский флот был один из лучших в мире. Я уже много раз упоминал предыдущие все конфликты турков с европейцами, что всегда была проблема, что у турков слабый флот. Вот именно Венецианская война 1499 года показала, что турки уже сделали флот, который сильнее. При том, что европейцы там свои эти каравеллы, караки, уже корабли современного типа там были. Турки все равно их побеждали. Терпя поражение на море, что было удивительно для Венеции, она заключила союз с Венгрией опять. Попытались, какое-то время было там контрнаступление, они пытались захватить остров Лесбос. На Родосе по-прежнему были эти рыцари, которые пиратствовали. Вот эти рыцари тоже там поучаствовали с Родоса. Однако потерпели везде поражение. Венецианцы фактически 1501-1502 год, они там уже только грабили. И в 1503 году Венеция капитулировала. Она потеряла все опорные точки на юге Греции, которые у них еще сохранялись в результате этой войны. Ну и психологически было. Психологическое поражение заключалось в том, что турецкий флот в ряде сражений продемонстрировал свое превосходство. То есть теперь уже нельзя было надеяться на то, что с моря победят турков. Все это было довольно серьезно. Продолжение следует...